Привет всему мужскому населению страны! Все знают, как бывает хорошо посидеть с друзьями в гараже. Гараж это святое, это алтарь для мужика. Там он может расслабиться, поболтать о чем хочешь с друзьями. Друзья всегда есть, и всегда они не пустые приходят. Бывают и пустые, но часто не бывают закуски. Вспомните, что нас выручают всегда. Плавленый сырок, консерва, килька, кусок хлеба, а больше ничего и не надо. Но часто так бывает, что к вам звонит друг, жена на работе или в отпуске. А он вот придет. И причем придет не пустой. Может быть и пустой, но вы-то не пустой. А закуски, как всегда, нет, как в гараже. Если порыться в холодильнике, всегда можно найти плавленый сырок. Но я имею ввиду, когда нет жены дома. Или ее вообще нет. Или вот такой вот колбасный сыр. Копченый. Еще вкуснее будет. Итак, рецепт до такой степени прост, что аж смешно. Но, уверяю вас, блин, такой вкусный. Итак, пробуем. Итак, натираем на терке. Можно на крупной. Кому не лень, можно помельче. Вот таким образом. Но мне не лень. Для вас, друзья. Стараюсь, чтобы вкуснее было. Почему я решил взять терку помельче? Потому что потом оно как бы намазывается лучше на хлеб. Да, именно намазывается. Но можно и ложкой, и вилкой. Итак, натерли сыра. Ну вот сейчас я примерно натер, как один плавленый сырок. Он так вспучивается. Пышным становится. Вспушивается. Вот. Все, я больше не натираю. Вот, смотрите, сколько получилось. При вас я натирал. Буквально, ну, 6 секунд. Все. Отправляем в миску. Один зубочек чеснока. Найдете в холодильнике? Конечно, найдете. Потерли. Не солю, потому что сыр соленый. Ну, может, у кого-то там майонез-остатки. Или откройте новую банку. Вот, буквально ложку-полторы майонеза. Можно поперчить, но это уже изыски. Мы перчить не будем. Вот таким образом перемешиваем. Так, друзья, хорошо перемешав, попробуйте чуть-чуть на соль. Может, вам надо подсолить. Мне не надо. Посмотрите, какая консистенция получилась. Посмотрите, как она чудно намазывается на хлеб. Но пока не пришел друг. Обязательно надо снять пробу. За вас, мужики. Это просто песня какая-то. Вот это хватит ну, литра на два. А пьем сугубо свое. Если посмотрите мои видео, найдете джин называется вернее, видео называется джин по ГОСТу. Проще простого. Почему я сюда налил в эту бутылку? Да потому, что его теперь не отличить от настоящего Бомбея. Спасибо за внимание, мужики. Спасибо за понимание. Ставьте лайки. Поддерживайте. Подписывайтесь. Всего-всего самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.